всем привет вы на канале многодетные денечки у нас сегодня видео такое в общем в плейлист что мы вяжем творим и вытворяем сейчас простите чуть камеру не ранила в общем мы поддались модному течению сейчас и мы решили связать маску для того чтобы можно было например сходить в магазин сейчас я вам покажу готовую и потом еще вставлю кусочек видео как эта маска выглядит на ребенке эта масочка небольшая потому что мы в общем столкнулись тем что медицинские маски детям велики они не облегают их плотно вот можно конечно из ткани сшить она будет тоже неплохо но так как мы умеем вязать и нам скучно поэтому мы вяжем в общем вот это готовый вот так эта масочка выглядит ну-ка боком повернись ниже так маску я вязала на взрослого человека но старшие мне не согласились померить снежана согласилась она немножко великовато маска плотно облегает если внутрь поставить салфеточку марлю или носовой платок все что можно потом поменять или постирать то это вполне пригодно и она облегает более плотно чем вот эти вот одноразовые медицинские маски что продаются в общем вот это готовая масочка связана из стопроцентного хлопка такой интересный джинсовой расцветочки здесь вставлена резиночка поэтому вот это вот все эластичная здесь тоже резиночка по краям вот так все правило вставили и потом будет кусочек видео так ну что приступим ну как начинать наверно никого учить уже не нужно каждый по-своему начинает кто как делает начальную петельку тут ее совсем не делает в общем я рассчитала по размеру померила вот эта масочка у меня на 45 петлях но здесь нитка потоньше для того чтобы связать мастер-класс я взяла другую пряжу посветлее потому что то будет плохо видно то что у меня в руках это пряжа от ализе белла стопроцентный хлопок он не мерсеризованный мягенький и такой приятной расцветочки и я думаю что мне достаточно будет 40 петелек набрать в общем набираем и 40 петель первую петлю я не считаю я ее затягиваю туго и отсчитываем 40 петелек мы связали цепочку из 40 воздушных петелек я сейчас расскажу принцип вязания это будет у нас длина масочки с краев если вы помните как выглядит медицинская маска то на ней сделан такие защипы вязание защипы делать неудобно так как это сделает изделие более толстым на складках будет очень неудобно поэтому мы будем вязать имитацию резиночки по краям серединку наоборот будем увеличивать за счет того что петли будут они петли а столбики простите столбики будут разные по высоте ну кто давно вяжет тот в общем поймет наверно принцип сразу то что значит мы начинаем столбиками без накида продолжаем полустолбиками с одним накидом далее у нас идут столбики с накидом и опять мы уменьшаем вяжем столбики полустолбики с накидом заканчиваем столбиками без накида ну вот в принципе как бы несложно тем кто не очень давно вяжет можно посмотреть я это запишу полностью как бы второй ряд мы вяжем как вяжем одну петлю подъема и во вторую петельку от крючка вяжем столбик без накида это будет первый столбик второй столбик вяжем следующую петельку я вяжу за верхние петельки кто как привык пожалуйста второй столбик третий столбик я вяжу медленно поэтому если кого-то раздражает пожалуйста перематывайте третий столбик ну весь ряд я довязывать не буду нужно провязать 40 столбиков без накида еще один столбик я свяжу для тех кто не очень давно держит крючок в руках то есть вводится крючок делается накид на крючок протаскиваем в петельку еще один накид и получился наш столбик без накида далее самостоятельно вот я провязала 40 столбиков без накида теперь нам нужно развернуться на второй ряд для этого я вяжу одну воздушную петлю разворачиваю вязание и начинаю вязать первый же столбик от края у нас 40 столбиков без накида и мы их распределяем следующим образом начало ряда идет 8 столбиков без накида потом 4 полустолбика с одним накидом потом центральная 16 столбиков с накидом и далее опять симметрично 4 столбика 4 полустолбика с накидом но когда я буду вязать понятно будет и закончим восьми столбиками без накида я потом в описании под видео напишу вот эти все столбики потому что они все визуально воспринимают кому-то нужно и вернее не все воспринимают на слух то что я говорю кому-то можно смотреть вот на схему так начиная второй ряд мы сделали воздушную петлю подъема и начинаем и со столбика без накида в первую петельку вяжем первый столбик второй столбик третий четвертый пятый шестой вот мы провязали 40 столбиков без накида это был первый ряд для того чтобы перейти ко второму ряду нам нужно сделать одну воздушную петлю подъема развор развернуть вязание и начнем вязать не во вторую петельку от края как обычно это делается а в первую и так как мы вяжем имитацию резиночки то мы будем вязать не за обе петельки вот как обычно до за обе петельки а за одну кому за какое удобно кому-то удобно за ближнюю к себе а кому-то задание я буду вязать за заднюю стеночку так что от меня подальше находится итак первый столбик без накида за заднюю стеночку второй столбик третий столбик четвертый столбик 5 6 7 8 далее нам нужно сделать чтобы увеличивалась как бы подъемчик начинался для этого следующие 4 столбика мы будем вязать столбик полустолбиками с одним накидом показываю для тех кто не знает как ну те кто знает пожалуйста или потерпите или перемотайте как я уже говорила делаем накид а мы портал мы у нас все вязание будет имитация резиночки поэтому вяжем но в моем случае вот за заднюю стеночку кому как удобно вытягиваем и все три петельки провязываем вместе еще раз это будет 2 3 немножко я под затянула так 3 очень путается нитка очень путается нитка дело в том что я крючок взяла неправильно по нитке нужно брать толще крючок но мне нужна плотность поэтому я взяла крючок на размер меньше то есть он как бы если по правилам вязания то он не подходит для этой нити здесь нужно брать крючок или два с половиной или троечку я взяла двоечку для того чтобы не вязание было по плотнее и плюс хлопок не мерсеризованный он в несколько сложений вот смотрите ниточка слоится вот поэтому ну у меня вот немножечко путается так третий столбик и 4 накид делаем вытягиваем петельку и все три петельки провязываем вместе провязали 4 столбика следующие 16 столбиков будут обычные классические столбики с одним накидом но также за заднюю петельку накид вытягиваем петлю провязываем первые две петельки на крючке снова делаем накид и провязываем еще 2 петельки на крючке смотрите что у нас получается ведь у нас поднимается еще раз накид вводим за заднюю стеночку предыдущей петли выводим у нас на крючке 3 петли делаем накид 2 петли провязываем еще раз накид еще раз две петли это был второй столбик так нам нужно провязать 16 столбиков потом 4 стол потом 4 полустолбика с накидом и закончить столбиками без накида их будет восемь штук провяжите пожалуйста самостоятельно мы провязали с вами второй ряд нашей маски вот что у меня получается рисуночек мне очень нравится симпатично получается так нам нужно перейти к третьему ряду для этого мы делаем воздушную петлю разворачиваем вязание и третий ряд у нас получается нужно связать все 40 петель столбиками без накида также в моем случае за заднюю стеночку уже говорила кому-то удобно например за переднюю вязать разницы в этом не будет первый столбик второй столбик 3 и так все 40 столбиков до конца ряда так у меня третий ряд уже готов это были 40 столбиков без накида смотрите что у нас получается с вязанием четвертый ряд вяжется так же как и второй чтобы к нему перейти мы делаем воздушную петлю подъема разворачиваем вязание и в первый столбик за заднюю стеночку вяжем столбик без накида второй столбик без накида также у нас все вязание идет за одну стеночку петли для того чтобы получилась имитация резинки в принципе считать ряды дальше бесполезно не то что бесполезно смысла нет так как высота маски нужно для того чтобы ну вот я довязала нужную мне высоту пока я вязала нашлось этикеточка от пряжи как я уже сказала от alize было ботик стопроцентный хлопок он не мерсализованный в моточке идет 50 грамм 180 метров то есть довольно толстенькая ниточка кому интересно color вот указан 36 3677 смотрю в телефоны мне плохо видно извините так высоту я мерила по модельки сколько мне нужно здесь еще у меня постянется вот так резиночкой вот смотрите будет как раз зазорчик для того чтобы носику было свободно вот и вот эту прежнюю маску я вязала как и потому принципу медицинской маски на уши одевать резинку но пока вязала у меня значит мысли пришли в голову я как-то один день работала целиком медицинской маски там очень тоненькие резиночки меня очень устали уши честное слово в общем я решила что вот эту маску раз она у меня будет детская я вот эти вот завязочки сделают целиком по голове не на уши а через голову сделаю то есть от одного края до другого свяжу вот так и здесь тоже самое свяжу и она будет вот так плотно прилегать голове можно будет потом эту маску и не обязательно в карантин одевать можно просто вместо вот шарфика когда прохладно ребенку прям поверх шапки а если здесь еще и цветочек пришляпить то будет совсем замечательно в общем вязаные маски это уже как аксессуар я посмотрела тоже вот девочки вяжут всякие разные пробовала я мастер-классы повторять в общем меня то одно то другое не устраивало решила я на свой лад связать в общем то что получилось смотрите если кому-то нравится пожалуйста повторяйте если понравилось поставьте мне пожалуйста лайк если не понравилось дизлайк поставьте вот а я начну вязать тесемочку которая будет по голове я ее свяжу немного больше для того чтобы протянуть резинку так я обещала еще показать какая резинка есть вот такая вот такой спандекс вот он тянется таких катушках ну я не знаю где так в нашем магазинчике она стоит 24 рубля в общем такая цена за нее вот она эластичная в иголочку с большим ушком вставляете я вот так вот я уж не буду мастер-класс это делать чтобы времени затягивать и вот так по краешку стягивается и она вот так вот будет масочка вот я потом конечный результат уже покажу так тесемочку просто вяжу воздушные петли нужной мне длины ну конечно я их посчитаю для того чтобы связать одинаковые и первую тесемочку и вторую вот когда я довяжу нужную длину и приду на этот край я вернусь столбиками без накида обратно и присоединю сюда ниточку отрежу потом присоединю ниточку уже здесь и то же самое свяжу тесемочку и держу ее столбиками без накида можно вязать просто соединительными столбиками она будет тоньше но мне нужно ставить туда резиночку поэтому столбики без накида самое то ну что вяжем тесемочку ну вот моя масочка практически готова почти все смотрите вот здесь я стянула на резиночку и резиночкой же буду стягивать тесемочки вот эти вот я уже не буду как бы полностью все показывать петельки чтобы резинку не было видно я и вставила в иголочку широким ушком резиночку я взяла в два сложения здесь у меня значит уже вот резиночки и вот это место стенки там по мере посмотрю может быть вот этот край мне даже не придется стягивать он будет плотно облегать и обязательно примерка на модели это обязательно модели там внизу уже ждут я их удалил они меня смотрят мультики чтобы не мешали вот так эта масочка у нас выглядит на модельке на василиске василис поверни спинка я покажу в общем мы мерили но пришлось нам еще сделать вот так наклоним наш голову назад вот мы сшили еще вот эти тесемочки между собой потому что не плотно прилегает очень вот так если нам придется куда-то пойти но мало ли что всякой в жизни бывает вот эта маска она более плотно прилегает чем медицинская можно внутрь положить медицинскую маску можно какой-то фильтр можно даже носовой платок который потом элементарно погладить стирать да васюш не тянет тебе нигде все хорошо ну конечно проще и сшить нам уже умеем вязать да